Ряд встреч, которые не были ранее заявлены, это встреча Бориса Джонсона в Киеве с Владимиром Зеленским и встреча Нехамера после Киева, после встречи с Зеленским, с Путиным. Было ли что-то с вашей точки зрения необычного, интересного в этих встречах, кроме обычных разговоров о том, как бороться с Путиным, говорят, что Нехамер не подал руку Путину и говорил с ним о том, что он должен немедленно остановиться и прекратить, как будто Путину вообще интересно, что ему говорят на эту тему. Вот как вы считаете? Обе встречи были очень важны, они обозначили совершенно новый этап отношения Запада к тому, что творится в Украине. Этот этап обозначился буквально неделю максимум. На Западе научились произносить слово «викшеры» – «победа». До последнего времени все заявления о поддержке Украины, они были в другой тональности. Мы должны обязательно оказывать всю возможную помощь Украине, помочь ей эту стендап, помочь ей сопротивляться российской агрессии, не позволить России захватить новые эти итоги года. Сейчас впервые уже один за другим, видны деятели Запада, произносят слово «победа». Мы должны оказать максимальную поддержку вооружения Украины, чтобы она могла одержать победу над Путиным и восстановить свою территориальную целостность. И вот приезд Джонсона в Киев – это был символом этого нового отношения. И это не случайно, что это был Джонсон. Надо понимать, что это очевидно, что Англия является таким авангардом вот этого изменения отношения. И не случайно. Очень созвучно вот два роковых момента истории 1940 год. Англия одна против Гитлера и 2020 год. Украина одна против Путина. Англия очень. Для Украины, как Черчилль говорил, для Англии «our finest all» – это самый великий час в их истории, когда они по существу спасли мир. Если бы Англия капитулировала в 1940 году, то Гитлер обладел бы всей Европой. Можно представить, что было бы с Советским Союзом. Который, кстати, не совсем верная даже формулировка. Один на один с Гитлером. Советский Союз во время 40-40 до 22 июня снабжал вермахт всем необходимым для него сырьем и продовольствием. И вот эта связь, она очень ощущается. И целый ряд моментов в речах Кулеба и Зеленского звучат, как вот цитаты из знаменитых речей Черчилля в военных. Поэтому Джонсон приехал обсуждать планы военной победы над Россией. И, соответственно, меняется отношение к России. Это встреча, визит австрийского канцлера – это был первый визит западного лидера с ультиматумом Путина. И он же, это же, он сам подчеркивал, что не было рукопожатия, не было дружеского. Запад определился, пришел такой качественный скачок в отношении Запада. Два фактора. Наконец-то все-таки поняли, что Украина – простую истину, что так же, как Англия в 1940 году сражалась за все человечество с Гитлером, та же Украина защищает собой весь Запад. Может быть, это поняли во время вот этого саммита НАТО. Там было два драматических момента. Одно, я уже, по-моему, в прошлый раз с вами лежал, совершенно позорная конференция Столтенберга, которая 10 минут прыгала там по подиуму, повторяя истерически одну и ту же фразу. Главная задача НАТО – избежать эскалации, избежать эскалации. Мы должны обязательно избежать эскалации. Ни в коем случае не вступить в столкновение с Россией. Это может привести к Третьей мировой войне. И та отповедь, которую ему дал Зеленский в конце своего выступления, он уже… Я понимаю, что не будет никакой новой флайзон, не будет. Вы не можете даже посылать самолеты противовоздушной обороны. Но я вас прошу об одном сказать. Никогда больше не повторяйте, что украинская армия не отвечает каким-то критериям НАТО. Как раз тот момент, когда украинская родна, теряя жизнь и кровью свою, защищает именно это ваше НАТО и весь Запад от ядерного маньяка. Я думаю, что все-таки вот эти постоянные акцентирования вот этих моментов, но совершенно очевидных от той роли, которую играет сегодня Украина, являясь лидером свободного мира, они все-таки воздействовали на западное сознание. И второе – это, конечно, обнаружившие чудовищные преступления оккупационных войск на тех территориях, которые они вынуждены были оставлены. В общем, запад, ментальность Запада резко, резко изменилась. Сейчас приняты политические решения о поставке тяжелых наступательных. Опять же, пример задавали англичане. Они уже присылали, присылают и длиннобойную авиацию, и противокорабельные ракеты. Американцы начали посылать более современную версию ракет. Американцы уже не стрингеры, а вот эти баражирующие дроны. Речь идет и в Словакии посылает самолеты, и ПВО С-300. Это вопрос времени. Это побыстрее все это было. Вот поэтому Путин и бросает свои с мира по нитке собранные резервы в такую решающую, как им кажется, атаку на Донбассе. Потому что через месяц изменится кардинально решающая битва, о которой говорят все.